Это был явно не день Урала. В 29-м туре молодежного первенства России екатеринбуржцы принимали в футбольном манеже Кубань и провели встречу далеко не самым лучшим образом. В этом сезоне подопечные Игоря Бахтина под сводами манежа еще не проигрывали, однако футболисты из Краснодара приятную серию свердловчан прервали. Первый голевой момент гости упустили в начале первого тайма. Майорович пробил из предела в штрафной площади, однако удар в исполнении центрального нападающего Кубани с близкого расстояния оказался неточным. Мяч пролетел выше перекладины. Во многих эпизодах в хозяевам поля в этот день не хватало последнего паса или завершающего удара. Кубанцы свои атаки до логического завершения доводили чаще, но поначалу все никак не могли попасть в двор. Самый верный момент для взятия ворот соперника в первой половине встречи футболисты Урала создали со стандарта. Алексей Герасимов прицельно пробил с острого угла в дальнюю девятку. Увы, защитнику нашей команды чуть-чуть не хватило точности. Мяч попал в перекладину, полетит снаряд чуть ниже, быть бы одному из красивейших голов команды в сезоне. Футболисты Кубани ответили затяжной позиционной атакой. В одном из моментов хозяева поля, казалось, уже перехватили мяч, однако нападение гостей продолжилось. Мяч был переадресован на правый фланг, откуда последовал навес в трофную. Мяч прилетел к Тюфякову, который ударом в касание послал его в дальний угол. Снаряд рикошетом от штанги влетел в сетку. Еще до перерыва от Кости отправили и второй мяч в сетку ворот Андрея Тимофеева, однако в этом эпизоде арбитры зафиксировали нарушение правил и взятие ворот было отменено. Однако сразу после перерыва краснодарцы все-таки провели еще одну голевую атаку. На этот раз к голу в ворота уральцев привела атака левым флангом. Злой гений Урала Владислав Тюфяков продемонстрировал, что умеет прекрасно играть не только ногами, но и головой. Вскоре краснодарцы могли рассчитывать и на третий забитый мяч, но на этот раз свою команду спас Андрей Тимофеев, отразивший удар в упор после розыгрыша углового. Подопечные Игоря Бахтина пытались играть с Кубани на встречных курсах. Несколько раз хозяева поля зарабатывали стандарты, но удары после их розыгрыша не несли в себе большой опасности для гостей. Куда опаснее атаковали игроки в желтых футболках. Только чудо помешало им в одном из эпизодов огорчить хозяев поля в третий раз. В общей сложности во втором тайме Екатеринбуржцы создали четыре отличных момента у ворот соперников. Сначала блестяще сыграл на выходе голкипер Кубани Эдуард Байчора, затем отметился эффектным дриблингом, но неточным ударом Александр Соболев, следом сильный удар с острого угла наносил Амарбеков. Голкипер спас свою команду, но в довершении атакующего порыва уральцев нападающий нашей команды убегал один на один, однако попытка перебросить кратаря оказалась безрезультатной. Под занавес встречи футболисты Кубани провели еще пару острых атак. В одной из них спас Екатеринбург от разгрома Тимофеев, отразивший прицельный удар в дальний угол в исполнении Лаука, а затем и выстроенная голкипера Мурала Стенка, которая приняла на себя удар со штрафного. Забить третий мяч гости не смогли, довольствовавшись победой со счетом 2-0.